Нинецкий округ и Минсельхоз заключили соглашение об экспорте продукции агропромышленного комплекса. В нем прописан алгоритм взаимодействия округа и Министерства при реализации экспорта. Ситуацию с существующими запасами дизеля в арктическом поселке оценили представители надзорных органов районной администрации окружного профильного ведомства. В арктический поселок они вылетели в понедельник. Результаты поездки станут известны в ближайшее время. Жители округа, воспитывающие детей инвалидов, получат освобождение от уплаты транспортного налога. Поводом для принятия этих мер послужили многочисленные обращения граждан. Вне зоны доступа. С закрытием ледовой переправы через Печору в районе села Усть-Усани Нинецкий округ вновь стал отрезан от большой земли. На международном чемпионате Arctic Skills 2019 наша землячка показала хороший результат и вернулась домой с бронзой. Среди ее соперников были ребята из Швеции, Норвегии и Финляндии. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Нинецкий округ и Минсельхоз заключили соглашение об экспорте продукции агропромышленного комплекса. В нем прописан алгоритм взаимодействия округа и Министерства при реализации экспорта. Подписи по документам поставили министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа Михаил Ферин. Соглашение датируется 4 апреля и будет действовать в течение следующих пяти лет, до 31 декабря 2024 года. Как пояснили в профильном окружном ведомстве, предметом соглашения является организация взаимодействия между Минсельхозом и округом при реализации регионального проекта экспорт продукции АПК Нинецкого автономного округа, а также осуществление мониторинга его реализации. В эти дни в поселке Амдерма работали представители надзорных органов Ростехнадзора и прокуратуры, администрации Заполярного района и окружного профильного департамента. В арктический поселок комиссия вылетела в понедельник, чтобы на месте разобраться в ситуации оценить запасы топлива. Напомним, вопрос обеспечения Амдермы дизельным топливом обсуждался в минувшую пятницу на рабочем совещании в окружном собрании депутатов. О промежуточных результатах поездки профильных специалистов в интервью нашему телеканалу рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинецкого округа Иван Глазунов. На сегодня порядка 190 тонн в резервуарах топлива есть. В сутки тратится порядка 3,5 тонн. Значит, это больше, чем на 50 суток у нас запас есть топлива. То есть никакой критической ситуации, никакой инсинуации на тему эвакуации и прочего, его просто нет. Значит, это первый вопрос. Второй вопрос. Планирует ли Заполярный район завозить туда еще топливо? Да, планирует. По информации, которая есть у меня, значит, 4 вездехода по 4 тонны, то есть 16 тонн должны сегодня выехать с Воркуты на Амдерму. Это вопрос второй. Сколько всего планируется завезти? Где-то порядка 100-150 тонн. Мы собрали информацию, ее нужно обработать и сделать выводы. Я уверен, что выводы сделает и прокуратура, и Ростехнадзор, и департамент, уж однозначно как отслеживающий ситуацию с энергоснабжением граждан на территории округа. Жители округа, воспитывающие детей инвалидов, получат освобождение от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели окружные парламентарии на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Поводом для внесения изменений в окружной закон о транспортном налоге послужило обращение от региональной общественной организации «Особое детство» в Ненецком округе. Об этом нам рассказала председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. По ее словам, в настоящее время законопроект действует в отношении инвалидов первой и второй группы. Теперь предлагается снять налоговое бремя из семей воспитывающих детей инвалидов. К гражданам относятся один из родителей, опекуны, усыновители, приемные родители, проживающие совместно с ребенком-инвалидом, имеющие зарегистрированные транспортные средства. Причем, значит, оплата будет предоставляться на каждый вид транспортного средства. То есть, это может быть, если есть автомобиль, значит и автомобиль, если есть снегоход, значит снегоход, если есть лодка, значит на лодку. Проанализировав практику других субъектов, следует отметить, что уже в 31 регионе данная мероподдержка оказана для таких граждан. В семи субъектах предоставляется 50% ставки. По данным Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения Ненинского округа, в нашем регионе зарегистрировано 210 таких семей. В случае принятия законопроекта выпадающие доходы окружного бюджета составят практически 470 тысяч рублей. Но такая мера, по словам Натальи Кордаковой, необходима. Все депутаты единогласно поддержали на комиссии. После комиссии будет у нас рассмотрение на комитете. И затем будет вопрос вынесен на сессию. Я думаю, что мы сразу примем первое, второе чтение. Принятие законопроекта потребует внесения изменений в окружной бюджет. Итак, одна из главных тем сегодня – закрытие ледовой переправы через Печору в районе села Усть-Уса. Это значит, что Ненинский округ теперь вновь отрезан от большой земли. Как минимум до лета, когда по реке начнут ходить баржи. Опытные водители тем временем говорят, автозимник, что в республике Коми, закрыли слишком рано. Впрочем, дорожники здесь ни при чем. Всему виной теплая весна. В апреле на солнце уже плюс 15. Убытки в первую очередь сейчас понесут предприниматели и транспортные компании. Многие не успели привезти в Нарьянмар нужный товар. Однако не исключено, что найдутся и те, кто будут рисковать – с боем пробиваться по тонкому льду. Чем это может закончиться, расскажем прямо сейчас. Первые кадры сняты очевидцем. На видео груженная до отказа фура, колеса которой провалились под лед. Все произошло накануне на переправе через Печору вблизи поселка Озерный. Перед въездом на замерзшую реку установлен знак «не более пяти тонн». Вес масса порядка десяти. Хозяин большегруза еще легко отделался. Удалось сохранить не только свою жизнь, но и товар. Впрочем, зачастую подобные авантюры заканчиваются плачевно. Январь 2018-го из-за аномально теплой погоды. Переправа в районе села Усть-Уса до сих пор закрыта. Водители в недоумении. Обычно в этих местах стоят по-настоящему крещенские морозы. Самые нетерпеливые тем временем штурмуют неофициальный автозимник. Первых инцидентов ждать долго не пришлось. Неожиданно, неожиданно, неожиданно. Думал, как бы с морозами все хорошо здесь и давно уже лед будет. Но слышал от водителей по дороге, что, грубо говоря, три машинки утонуло. Этот внедорожник ушел под воду в 150 метрах от берега. Машину купили в Усинске. Ее должны были перегнать в Чебоксары. В итоге успели перегнать всего несколько десятков километров. Шутка ли, стоимость автомобиля порядка трех миллионов рублей. И на марку потом достанут, впрочем, не подлежащую восстановлению. Не было бы такой печальной обстановки, если бы здесь был понтонный мост, который можно было во время ледостава поставить. Лед схватывался бы и люди бы проезжали бы спокойно. Его нет вообще? Его здесь нет. А предложения были там приобрести администрацию? Ну, нам обещают дорогу построить уже который год. Вот мост на Услыжи строится уже около 20 лет. Примерная ситуация на временной переправе в районе села Усть-Усан наблюдается и сейчас. Сегодня ее официально закрыли, сообщили в подрядной кампании. Толщина льда с каждым днем там становится все меньше. Впрочем, несмотря на смертельную опасность, водители груженных фур продолжают штурмовать переправу. Единственную связующую нить между округом и Большой землей. Случаи имеют тематический характер. То есть, в принципе, такие есть водители? Такие водители есть, да. Не у всех удается остановить, но пока никто не тонул на этой переправе. В Коми-Республике весна выдалась очень теплая ранее. Так, в частности, по реке Печора уже выход воды на поверхность льда имеет место быть. Температуры плюсовые днем до плюс 10-15 градусов на солнце. Учитывая, что она закрывается, есть большой риск провала под лед. Соответственно, техники, ну и, соответственно, людей. Поэтому не стоит рисковать, прежде чем что-то делать. Конечно же, уточняйте всю информацию на официальном сайте Главного управления МЧС России. Там все это подробно расписывается. Закрытие переправы в районе Усть-Усы в первую очередь ударит по карману предпринимателей. Особенно тех, кто занимается грузоперевозкой. Многие не успели перевезти в Наринмар тот или иной товар. Опытные водители признаются, в прошлые годы ледовую переправу закрывали позже. Как правило, лишь в конце апреля. До 20 апреля все, ну, все, как бы, водители примерно до 20 апреля стараются выехать оттуда. Ну, край 15-го. Ну, 10-го это рано. Ну, у нас это заработок. То есть, раньше закрывают, мы теряем рейс. А планы наверняка были еще до конца апреля? Да, конечно. Что касается автозимника, который соединяет два субъекта, то он продолжает функционировать. Сейчас временная трасса открыта для всех видов транспорта. Вот только дальше Усинска теперь не уехать. Олег Итанзейский, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. По итогам 2018 года число преступлений в Нинецком округе увеличилось на 10%, в том числе тяжких и особо тяжких. Основная доля приходится на кражи и грабежи. Такие данные были озвучены на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, на заседании обсудили тему профилактики безнадзорности и преступности среди подростков. Здесь также зафиксирован рост преступлений. Традиционно самый популярный вид – кражи. Их зарегистрировано 20. Увеличилось и число вымогательств. В прошлом году выявлено 5 случаев. Хищение происходит у нас из подъезда домов в наших учреждениях. Предметами являются техника, телефоны, велосипеды и так далее. То есть конкретно мы подходим к конкретному вопросу, к конкретному преступлению, тогда мы понимаем, что нужно сделать для профилактики. И такие должны приниматься адекватные меры. К адекватным мерам по предупреждению преступлений были названы советы профилактики, которые регламентированы федеральным законодательством. Пока они есть не во всех населенных пунктах, но там, где есть, полицейские отмечают невысокий уровень преступности. Одной из форм международного замеса по профилактике правонарушения неисконтурного оборудования в НПД предложено создание советов профилактики. Однако в селе Ома, Харута, в городе Наринбар до настоящего времени данные советы профилактики не созданы. В результате 2018 года значительно увеличилось количество преступлений, совершенных в селе Ома и поселке Харута. Комиссии было решено обязать глав муниципалитетов создать советы профилактики на своей территории в течение месяца. На 80% выросло число преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами. Основная причина – трудовая и бытовая неустроенность бывших заключенных. Этот вопрос в Ниньском округе пока остается нерешенным. Среднегодовой показатель количества лиц из категории, нуждающихся в трудовых средствах, освобожденных из мест лишения свободы, либо осужденных за совершение преступлений к наказаниям, связанным с изоляцией, от общества составляет 20 человек. На протяжении последних лет отмечается увеличение отдельного веса преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, в связи с чем целесообразно проработать вопрос, связанный с возмещением части затрат работодателям по созданию рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, либо осужденных за совершение преступлений к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Один из факторов, влияющих на увеличение преступлений – это алкоголизация населения, в том числе и среди подростков. По сравнению с 2017-м, в 2018-м году количество правонарушений несовершеннолетними в алкогольном опьянении выросло. Среди молодых людей старше 16 лет – с 33 до 50. Среди подростков младше 16 лет – с 34 до 41. Что касается профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, здесь работа ведется по трем направлениям – труд и занятость, социальная защита и опека и попечительство. За прошлый год число выездов и проверок сотрудниками опеки в проблемные семьи составило почти 2000, в том числе и в село-округа. В 2018-м году сотрудниками также органов опеки и попечительства в шести муниципальных образованиях проведены совещания с субъектами профилактики безнадзорных несовершеннолетних. Были суженены вопросы порядка выявления детей, оставшихся без попечения родителей, оказания своевременной ранней помощи семьям группа риска. То есть наша основная задача, в том числе со всеми субъектами профилактики, это, конечно, выявление таких семей на ранней стадии, когда мы еще с семьей можем помочь и не изымать детей из этих семей. Либо если изымать, то это должно носить временный характер и, соответственно, проводить следующую работу, чтобы потом дети могли вернуться в семью. В целом по округу число детей, находящихся в социально опасном положении, постепенно сокращается. 43 ребенка в прошлом году были возвращены в семьи после проведенных профилактических мероприятий с родителями. Стоит отметить, что работа в этом направлении ведется активно. Совместно с департаментами здравоохранения, образования, опеки и попечительства, а также сотрудниками полиции. В целях принятия дополнительных мероприятий также в первом полугодии 2019 года уже проведен окружной семинар совещания для руководителей всех образовательных организаций. Он прошел в период с 25 по 29 марта. В рамках этого семинара выступили с конкретными предложениями как представителей правоохранительных органов, так и психологи именно на направление усиления работы руководителей образовательных учреждений на взаимодействие с как раз пресечением преступности и профилактики преступности несовершеннолетних. На 11 апреля профильным департаментом запланировано проведение обучающего семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов с участием правоохранительных органов и лидеров молодежных объединений, главной целью которого станет обсуждение конкретных мер по снижению подростковой преступности. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В Нинецком округе отмечается спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по Нинецкому округу, в целом в Нарьинмарии и поселке Искатели эпидемиологический порог не превышает норму. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Нинецком округе под контролем. Эпидемиологический порог в целом близок к норме. При этом имеется превышение порога в возрастной группе от 7 до 14 лет на 5% и от 15 лет и старше на 35,5%. За весь эпидемиологический период текущего сезона лабораторно на наличие вируса гриппа было исследовано 149 человек. Из них диагностировано 17 случаев гриппа, 9 свиного и 8 гонконгского. А Роспотребнадзор в таких случаях держит руку на пульсе. Естественно, прививки, самое главное, то что они снижают риск именно осложнений у населения и тяжелых и смертельных случаев на территории Нинецкого автономного округа в период подъема ОРВИ гриппа 2018-2019 год не было. А с 4 апреля по октябрь текущего года в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации пройдет так называемая «почищающая иммунизация против кори». Это означает, что все лица, подлежащие вакцинации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем прививок. В соответствии с национальным календарем прививок против кори у нас прививаются дети в возрасте 12 месяцев, затем у них должна быть ревакцинация в возрасте 6-7 лет, также должны быть привиты против кори лица, не болевшие, до этого не привиты или у которых утеряны данные о прививках до 35 лет. И от 35 до 55 лет у нас прививается декретированный контингент, то есть это медицинские работники, образовательные учреждения, лица, работающие в коммунальных службах, в торговле и так далее. Надо отметить, что на территории Нинецкого округа вирус кори был зарегистрирован в последний раз в 1991 году. Однако врачи предупреждают, пренебрегать профилактическими прививками от этого опасного заболевания не стоит. Исходя из эпидемиологической ситуации в целом по России, риск заражения кори у остается. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На международном чемпионате Arctic Skills 2019 наша землячка показала хороший результат и вернулась домой с бронзой. Марина Филипова представила Нинецкий округ на международных соревнованиях среди профессионалов в компетенции преподавания в младших классах. Среди участников были ребята из России, Швеции, Норвегии и Финляндии. Чемпионат прошел в Дудинке со 2 по 7 апреля. Подробности в следующем сюжете. Марина Филипова – студентка 4-го курса Наринмарского социально-гуманитарного колледжа. На чемпионат девушку выбрали не случайно. Она подходила по всем критериям компетенции преподавания в начальных классах. Марина признается, на победу сильно не рассчитывала, ведь опыта на выездных масштабных мероприятиях не было. Волнение зашкаливало. Мы приехали, познакомились с девочками, с которыми участвовали вместе. И там у них было много нового оборудования, которое тоже как бы учитывалось в баллах при оценивании нас. И получается, только за день познакомилась с этим оборудованием, и вот было трудно работать с ним. Для подготовки Марины были задействованы все методисты социально-гуманитарного колледжа. В частности, готовили проведение урока по различным предметам, экскурсию, а также представили свой сайт и его наполнение. По итогам чемпионата самые высокие результаты девушка показала в ведении экскурсии. «Ну, Марина ведь она у нас одна из сильнейших, понятно, студенток, поэтому надежды мы на неё возлагали большие. Но занять какое-то место, зная, что те участники всё-таки уже имеют практический опыт, а мы только теоретически готовились, мы, честно говоря, не надеялись». Галина Назарова признаётся, для хороших результатов необходимо выезжать на подобные масштабные мероприятия, а ещё лучше проводить их на территории нашего региона. «Когда обсуждали все итоги этого большого форума, то президент Арктического университета предложил следующие Арктические игры провести здесь, в Наринмаре. Но, конечно бы, очень хотелось, чтобы Наринмар показал свои навыки в организации вот таких вот больших мероприятий, в форумах». Добавлю, на чемпионате также представили наш регион и четверо студентов из Нейско-аграрно-экономического техникума. Ребята принимали участие в «Арктик Скилз» впервые. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть и на нашем сайте trksever.ru, а также ВКонтакте в группе телеканала «Север». Далее смотрите прогноз погоды.